Парадокс Зачитаю его Может с маленькими комментариями Итак, вот как традиционно на русском языке В частности В митропедии Звучит Афория Зенона Ахиллеса Черепаха Слушай внимательно Допустим, Ахиллес бежит 10 раз быстрее, чем Черепаха И находится Позади нее на расстоянии в 1000 шагов За то время, которое Ахиллес пробежит это расстояние Черепаха в ту же сторону Проболзет 100 шагов Когда Ахиллес пробежит 100 шагов Черепаха проползет еще 10 шагов И так далее Процесс будет продолжаться до бесконечности Ахиллес так никогда И не догонит Черепаху Ну, читали, наверное, слышали Все нормально, да? Нет, логическая ошибка Все нормально, да Так излагается А вы не показали, что слишком рано Чем слишком рано и так далее поставили Давайте я буду продолжать Когда Ахиллес пробежит 10 шагов Черепаха проползет еще один Шаг Ахиллеса в шаг, да? Тогда Ахиллес делает Очередной шаг Черепаха проползет еще одну десятую шага Да И все Дальше никаких дар На следующем шаге Ахиллес переступит Через Черепаху Ну, если в шагах считать Вот А они считают, что можно Всякий раз дэнс 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 То есть, нет, это, конечно Читаю теперь дальше Нет, это, конечно, не разоблачение афории Не разрешение противоречия А всего лишь демонстрация того Как осторожно надо относиться К формулировкам Вернее, переформулировкам Вариант с шагами Есть лишь вольный Пересказ Аристотеля Который изложил Ахиллеса Черепаха В своей физике Вот так Самый быстрый бегун Никогда не догонит Самого медленного Так как догоняющий Должен прежде достичь Того места Откуда сдвинулся убегающий Так что более медленный Всегда будет чуть впереди Как видите У Аристотеля никаких шагов Сведением шагов Уничтожается сама суть Ахиллеса Боли Которая строится На допущении Бесконечной делимости расстояний Ведь если рассуждать В терминных конечных отрезках Шагов Сознается понятно Что Ахиллес Приблизившись Черепахи На расстоянии меньше шага Следующим своим шагом Перегонит ее Итак Обори Ахиллеса Черепаха Остается актуальной Только если В ее формулировке Используется понятие Непрерывного движения От точки к точке Тогда действительно Можно написать И так далее Пока Ахиллес Передолеет расстояние До того места Где была Черепаха Мы становились На одной десятой шага Последний переместится Еще на Одну сотую шага И так далее Однако Именно сравнение Пошаговой интерпретации С оригинальной версией На мой взгляд Может привести К пониманию ошибки Лежащей Формулирования Обори Зададим себе вопрос Почему В варианте Шагами Ахиллес без проблем Обогнал Черепаху Там проблем не было Вот Ахиллес Наступил на то место Где шаг назад Была Черепаха И за то время Когда он сделает Свой последующий шаг Черепаха переместится Лишь на одну десятую шага А значит Ахиллес обогонит ее Потому что время появилось Да Ключевое тут является Слово За то время В примере С шагами Движения Ахиллеса И черепахи Описываются В стандартной Привыкной Для нас В форме Движущая Форме Движущее тело Переместилось На некоторое расстояние За некоторый промежуток времени Для анализа движения Движется Ахиллес Или Уж подавно Для сравнения Двух движений Движется Ахиллес Быстрее Черепахи Мы обязаны Не просто Оперировать расстояние А сравнивать Отрезки Преодоленные За некоторый Фиксированный Промежуток времени В нашем примере Это время Совершения Одного шага И при констатации Того Что черепаха Проходит За это время В 10 раз Меньше расстояния Чем Ахиллес Достаточно Чтобы понять Что Ахиллес Догонит Координатах То есть Если этого нет То Говорите О Движения Вообще Не имеет смысла Я не согласен С этим Абсолютно Сейчас Давайте Зачитаю Посмотрим Читаю Не будет Прерываться Так Итак Сейчас Тело Здесь А через Некоторое Время Уже Там Мы Не можем Констатировать Наличие Движения Без обращения Понятия Промежуток Времени Если Не указан Промежуток Времени То И Бессмысленно Сравнили Движения А ведь Именно Такое Описание Движения Описание Только Через Сравнение Пространственных Отрезков Без Соотношения Их С некоторым Промежутком Времени И предложил Нам Зенон Взложение Аристотеля Догоняющий Должен Прежде Достичь Того Места Откуда Сдвинулся Убегающий Добавьте Сюда Понятие Время И парадокс Исчезет За время Дельта Т На которое Догоняющий Должен Достичь Того Места Откуда Сдвинулся Убегающий Последний Переместится Еще На какое-то Но меньше Чем Пробежал Догоняющий Расстояние А следовательно Через Такой Промежуток Времени Дельта Т Убегающий Будет Обогнан Как только Мы видели Понятие Дельта Т Исчез Весь Парадокс И исчезла Опория Ну и понятно Что и другая Опория Зенона Стрела Имеет Генологичное Просхождение В ней Также Игнорируется Условие Что любое Движение Может быть Описано На языке Промежутков Времени И расстояний В опоре Нам предлагается Описать Движение В темных Моментах Времени И точках Пространства Смотрим Аристотель Цитата Если Всякое Тело Говорит Он покоится Там Где Оно Движется Всякий Раз Как занимает Равно Себе Пространство Дившееся Тело Всегда Занимает Равно Себе Пространство И в каждое Теперь То летящая Стрела Неподвижна Ну это Риспутин Очень понятно Давайте переведем На русский язык Как она Звучит Современная Летящая Стрела Неподвижна Так как В каждый Момент Времени Она занимает Равно Себе Положение То есть Покоится Поскольку Она покоится В каждый Мент Времени То она Покоится Во все Временные Моменты То есть Не существует Момента Времени В котором Стрела Совершает Движение Движение Это сумма Состояния Покоя Нет Ну пожалуйста Вот у меня Состояние Покоя Могибника Состояние Покоя Чашки Сумма Каких Нет Сама Сумма Состояния Покоя Она ничего Не говорит О движении Можем Говорить Только тогда Когда Мы Выбираем Некий Объект И указываем Что Вот есть Одна Точка Вторая Точки Промежуток Времени Даже Если Нет Промежутка Времени Она тут же Переместилась Сюда Телепортация Мы не Назваем Это движение Движение Это Занятий Промежуток Времени Это Разговор Который Был Раньше Ну хорошо Нет Я закончу Еще последний Итак Какой же Вывод Можно сделать Из приведенного Анализа Афори Зенона Да такой же Как делался И прежде Парадоксы Возникают Вследствие Неадекватности Нашего Вышления Нашего Словесного Описания Тех Или Иных Феноменов Мира В данном Случае В частном Случае Движения Правда С одним Существенным Дополнением Противоречия Возникающего Коре Зенона Связаны Не с Принципиальной Невозможностью Описания Движения А с попыткой Сделать Это На неподобающем Языке Либо Только в Терминах Расстояния Афир Черепаха Либо в Терминах Моментах Времени Точка Пространства Стрелан Если же Использовать Для описания Движения Связку Понятия Промежуток Времени Расстояния То никаких Парадоксов Не возникает Афирес Без труда Догонит Черепаху А стрелан Расквистит Над его Головой Точка Рекоментировать Можно Конечно Сейчас Да Я как бы В традиционной Формулировке Не видел Иллюминации Иллюминации Времени Там Изначально Говорится Зато Время Пока Ахиллес Добежит До того места Где была Черепаха Тысяча шагов За это время Черепаха Пройдет Сто шагов То есть Изначально Время Там нету Стандартного Времени Стандартного Нету Но соотношение Пространства Время С первого Шага Там подразумевает То есть Я это Об этом тоже Думал Но В принципе Там получается Так Что у нас Можно ответить Я это не разбирал То есть можно поподробнее Ответить на этот вопрос Специально еще Что у нас С каждой Итерацией Происходит Изменение Масштаба Времени И А поскольку Масштаб Времени Постоянно Меняется То поэтому Никакого сравнения Движений Мы не можем Сделать Ну вот Такая формулировка Корректнее Но в принципе Когда мы рисуем Мы рисуем Вот отрезок Мы делим отрезки Но не говорим А за какое время Если мы зафиксировали Время Скажем Что вот За то время Когда он проезжал Вот скажем Сто первых Сто метров То переносим Обязательно Перегоним Стоит только Сформулировать Это в отрезках В промежутках Времени Вся корень Пропадает Можно на бумажке Если я туда О Не жамк Нет Давайте Сейчас я выключу Доску поставим И все Вырежем потом Ну давайте Тофик Сумбинович хочет Доску поставить Да Это Давайте Здесь просто Петлее То есть Время как бы Изначально Рассматривается Просто Останавливается Стол Наш модный Перемен Стол Там Вместо Стояние А может быть Как-то На стол поставишь Вот Он не слишком высоко Будет Ну поставь Ну пусть Делать Чем высоко Вот они Да 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 Просто Мне больше всего Поражает Такое внимание Какого Копорием Зинович О чем там Вообще Говорит В настоящее время Да Рассуждание Какому Древние Были Дулаками Так Были Дулаками Да Подождите Подождите Сейчас У меня Еще есть Тоже Возражение Я Вам Гильберту Отсылаю Хорошо Давайте Гильберт Гильберт Говорил Очень интересную Мечу Сказал Он сказал Вот Вы В каком-то Объеме воды В стакане Вы начинаете Делить воду И в конце концов Вы доходите До такого Парадокса Что значит Когда Часть Того Что находится В стакане В воды Уже Не вода Но когда Вы начинаете Скажем На атомный уровень Выходите И начинаете Делить Там уже Вода Прекращает Быть Она на химическом Уровне Только Аж 2 Ус И он Проводит Такую аналогию Он говорит Что если Мы начинаем Делить движение Сколь угодно Движение Начинаем делить То мы Обнаруживаем Что В фундаменте Вот В этом основании У нас Движение Уже Нет того Что мы понимаем Под движением В макромире Ну вот В макромире Под движением Мы действительно Понимаем Перемещение Объектов В пространстве И это Справедливо Совершенно И Но Вернемся К опорям Зенона Значит Что ведь Не ясно Вот Если эти Опори Зенона Спроецировать На микромир То мы Имеем Что Мы имеем Некое Так сказать Объект В одной точке Пространства И объект В другой точке Пространства И между этими Точками Есть какое-то Расстояние Значит Если Пространство Делится До бесконечности Вот здесь Вот Вот здесь Бесконечность Сколько угодно Мы будем делить Это пространство И сколько угодно Малом объеме Мы обнаружим Все равно Что-то происходящее Пространство делится До бесконечности Альтернатива В общем этому нет Потому что В противном случае Пустота Пустое пространство Это полный Носец То перемещение Микрообъекта Вот из одной точки В другую Это все Траектория Дискретная Она может быть Вот такая Какая угодно Вид иметь Эта траектория Что угодно С ней может происходить Но вот Элементарное перемещение Оно Отемпорально То есть Вот тут Дельта Т Равно нулю И только нулю И в этом случае Опори и Зенона Разрешаются Нет Подождите А почему так должно быть? Опори и Зенона А так разрешаются А помимо Разрешаться Можно Вот Аристотель Пытался их разрешить Каким образом? Он говорил о том Что вот За бесконечно Малый промежуток Времени Вот объект Проходит Бесконечно Малый отрезок Пути И таким образом Получается Что так сказать Вот это вот Непрерывное движение По непрерывной Траектории Собственно То как Ньютон Описывал Движение И так далее Так и получается Но Вся Квантовая механика Провергает Такое движение И говорит Что такого движения Нет А есть Точка Вернее Есть объект Обнаруженный В этой точке И без всякого Промежутка времени Мы можем обнаружить Этот объект В другой точке Пространства Вот о чем говорит Квантовая механика То есть Квантовая механика Нам говорит Вот обо такой модели Телепортации Объекта Вне времени Я хочу сказать Что квантовая механика Никогда такого не говорит Вообще Квантовая механика Утверждает А как вы видите Хотя бы Нет Квантовая механика Утверждает Что объект Может находиться Одновременно В двух точках Да Но как мы это Делаем фиксируем Ведь как мы это Фиксируем Не с тем способом Что мы наблюдаем Его и здесь И здесь Одновременно Нет Мы наблюдаем Мы всегда его соблюдаем В одной точке Правильно Правильно Потому что Если сходить К классической логике То действительно Объект не может Занимать две точки Пространства Он занимает Только одну точку Пространства Но поскольку Он способен Перемещаться Темпорально То есть Вне времени То у экспериментатора Может складываться Впечатление Что он занимает Две точки пространства Одновременно Вполне может Складываться Такое впечатление Потому что он В одно и то же время Практически В одно и то же время И там и здесь Практически Или в одно и то же время В абсолютном смысле нет, потому что дельта Т равно нулю в абсолютном смысле он последовательно занимает антиточки в пространстве. Но дело в том, что между этими событиями, его исчезновение здесь и появление здесь, не проходит совершенно никакого времени. Абсолютно никакого времени. И именно такой подход разрешает вот эту бесконечность пути. Если мы допускаем вневременную телепортацию, то мы разрешаем опоре и зенок. Причем, эта телепортация по определению не может быть во времени. Потому что если мы допускаем, что между событиями исчезновения, объектом здесь и возникновением вот здесь, проходит какое-то время, то нарушается закон сохранения энергии. Значит, телепортация в любом случае должна происходить вне времени. И тогда у нас все получается. Все большинство квантовых парадоксов разрешаются таким образом. Движение именно. Давайте покладчику дадите за его ответственность. Вот то, что я думаю по этому поводу. А чем лучше временная телепортация по порезе доза? Хрен у них кинесващий. Решение должно быть лучше, чем лучше. А вы получаете еще хуже. А чем оно хуже? Ну а что? Примендая логику она уже нарушает. Все остальные решения нарушают логику. А это нарушает принятые представления. Мало ли принятых представления, которые веками невежества. И говорили еще о законе накопления невежества. Что чем глубже заблуждение, тем больше за него держатся и стараются его, так сказать, сохранить. Понимаете? Зачем нам ориентироваться на те заблуждения, которые принятые? Ну мы должны что-то иметь с этого. А мы ничего не имеем. А ну, хрен у них. Значит, я хочу два предложения сказать по поводу Афори Зенона и на этом закончить уже. Ну я тоже выскажу. То есть, я хочу сказать так, что все споры, которые сейчас возникают по поводу вот этого бесконечного деления, это споры по проблеме, которые возникли после решения проблем, которые сами себе поставили, поставила наука и логика до Зенона. Зенон, конечно, никогда об этом не думал. И если бы вы стояли рядом с ним, он сказал, то ему действительно можно было ответить, вот как я ответил. Спросить, а Зенон, а что такое движение? Зенон сказал, ну это когда вот из одной точки к другой за какое-то время. Зенон, а как ты определяешь, что кто быстрее, а кто медленнее? Ну типа черепаха и человек, один бегун и второй бегун. Ну, кто быстрее преодолеет это расстояние за меньший промежуток времени? Хорошо, Зенон, так и давай, пожалуйста, промежуток времени, да, говоришь? Промежуток времени. Так и давай в промежутках времени мне расскажи, как у тебя будет бежать, догонять черепаху Ахиллес. Когда начнёт рассказать о промежутках времени, он скажет, а да, перегонит, действительно. То есть, если он утверждает, то есть, сам факт утверждения, что черепаха медленнее Ахиллеса, говорит о том, что было произведено какое-то априорное сравнение, что за один и тот же, одно и то же расстояние они преодолеют за разный промежуток времени. Или наоборот, за один и тот же промежуток времени они преодолеют разные расстояния. Это заложено изначально. А потом это забывается, то есть постулируется сначала, забывается и делается. Давайте я выскажу. Я просто в поддержку Константина. Сначала действительно надо переформулировать опорию Зенона, чтобы она была опорой. Потому что иначе получается странная проблема, которая нет. Сама ли, проблемы есть. Проблема состоит в том, что каждый раз, когда... За одно и то же время происходит. Каждый раз, когда Ахиллес догоняет черепаху, черепаха за это же время немножко уходит. И когда в следующей операции Ахиллес догоняет черепаху, черепаха опять немножко уходит и так далее. На то же время нужно произносить, тут же. Почему? Когда Ахиллес за то же время. А теперь за то же время. Никто не сомневался, ни Зенон, ни его противник, никто не сомневался, что Ахиллес обгонит черепаху. Никто не сомневался. Парадоксия состоит в том, что есть различие между рассуждением логическим и чувством. Мы видим, очевидно, что Ахиллес обгоняет черепаху. И никакой проблемы здесь нет. Здесь логическая ошибка в том, что происходит подмена. Когда ты хочешь сравнить два движения, ты должен пользоваться неким эталоном. То есть с них сравнивать. Сейчас я объясню, в чем опорь это состоит. Опорь это состоит в том, что визуально очевидное движение, что Ахиллес быстрее черепахи обязательно ее догонит, в рассуждении возникает бесконечный ряд. И вот этот бесконечный ряд сил своей бесконечности, его невозможно завершить. Каждый раз Ахиллес будет на любой тарах. Как только ведешь время, скажем, что Ахиллес за одно и то же время, за одно и то же время. И за одно и то же время ты сразу переводишь. Ты каждый раз это время меняешь. Да дело не в этом. На каждом шаге. Я же, время как определяется? Ахиллес дошел до черепахи. За это время, пока Ахиллес дошел до того момента, где была черепаха, черепаха тоже чуть-чуть прошла. И за то время, которое прошло, он перебудет. Еще раз. За то время, которое мы изначально заметили. Есть различие между чувством, очевидностью экспериментальной и логической. С точки зрения экспериментальной, ни Зенон, никто не будет возражать, что вы правы. Да, логика это в том же деле. А как мы логически можем описать это движение? Логически. Логически движение описывается через расстояние за промежуток времени. Правильно. Как иначе ты не можешь описать. Нет, фактически ведь опори Зенона это не что иное, как опори, связанные с бесконечным рядом. Это возникло только потому, что был исключен параметр времени в описании. Нет, но дело не в этом. Исключен он или нет. Просто изначально, в принципе, вся проблема состоит, что здесь есть некий бесконечный ряд, и нам надо доказать, что он сходится. И для того, чтобы он сошелся, нам нужно делать скачок. Они как видят бесконечный ряд, тут же опускают ручки и говорят, а у нас здесь опор. Нет, дело не в этом. Фактически, теория бесконечно малых, на самом деле, фактически здесь делает скачок. Она утверждает, что сходится и все. Да, но это все еще шаг. А как только бесконечно... Фактически таксиому, понимаешь, что такие ряды будут. Все понятно.